Добрый день! Вы искали лечение детей народными средствами? Я вас прекрасно понимаю. Официальная медицина это здорово, но все-таки ребенку лучше обеспечить правильное питание, какие-то закаливающие водные процедуры, может быть усилить фитотерапию, фитопрепаратами, для того, чтобы обеспечить полноценное развитие ребенка без болезней. Ну, я врач-фитотерапевт, более 25 лет занимаюсь этим вопросом, уже опубликовал более 40 различных книг и брошюр, причем большинство, только 8 у меня опубликовано в соавторстве, все остальные писал сам. Ну, кто-то из вас мог со мной познакомиться еще в 2000 году, одна из первых книг, вот такая, в переводе на русский язык, «Если бы мама знала народные методы лечения детей». Ну, книга достаточно толстая, больше около 500 страниц, и здесь описаны практически все заболевания детского возраста, как с этим бороться. Ну, в 2001 году кто-то мог привлечь вот такую мою книгу, ну, фактически то же самое, это перевод предыдущей книги на русский язык, вот, ну, а информация, та же информация, очень хорошо, легко пользоваться, потому что она обработана врачом-системщиком, я не лечу отдельные болезни, я лечу организм в целом. Ну, кто-то мог со мной познакомиться через такую книгу, она вышла в 2006 году, и, ну, фактически, в переводе на русский язык, это «Медицинская энциклопедия для родителей и детей», пока это только первый том, два остальных тома, к сожалению, украинское государство не осилило, поэтому они лежат на полке, но, тем не менее, такая книга есть, такая информация тоже присутствует. Ну, что могу вам предложить сейчас из свежего, ну, буквально в конце 2012 года, вышла вот такая вот в двух вариантах книжка лечения заболеваний органов дыхания у детей. Мягкий и твердый переплет, но суть одна, все равно содержание одно и то же, почему именно дыхательная система? Потому что, по большому счету, пока вы не обеспечите своему организму нормальное поступление кислорода, обмен веществ ожидать нормальным тоже очень сложно, будут различные болезни, обязательно будет снижение иммунитета, и любое, неважно, где заболевание будет дыхательной системой, будет это какой-то ренит, гайморит, танзелит, трахеит, бронхит, пневмония, бронхиальная астма, несущественно. Любое поражение дыхательной системы – это нарушение обеспечения организма кислородом, а легкие, с точки зрения восточной медицины – это хозяин энергии. Плохо работает хозяин энергии, откуда вы возьмете энергию, откуда вы возьмете иммунитет. Кому нужна эта книга? Это практически всем. Почему? Потому что она ориентирована, конечно, на детей, но этими рекомендациями не запрещено пользоваться и взрослым, потому что эти заболевания органов дыхательной системы у детей имеют свои особенности, но возникают, к сожалению, переходят во взрослое состояние. Кроме того, кому можно еще использовать эти книги, кто ее может приобрести? Ну, знаете, книга – лучший подарок, а хорошая книга, системная, составленная неплохим врачом – это тоже хороший подарок. А у большинства из вас есть дети, внуки, правнуки, может быть, у кого-то, у знакомых есть, если вы вспоминаете, идете в гости, а там есть дети, то вы можете подарить такую книгу, она всегда будет востребована. Если вас интересует эта информация, вы видите телефон, вы видите координаты сайта, переходите по этой ссылочке и можете легко приобрести через интернет-магазин нужную вам книгу. Это первая книга серии «Лечим ребенка», дальше пойдут книги по пищеварению, по иммунной системе, то есть такие ключевые точки, без которых невозможно сохранять высокий уровень здоровья ребенка, предупреждать развитие заболеваний и обеспечить ему полноценное развитие. Если вам эта информация нужна, если вы считаете, что лечить ребенка можно и нужно средствами народной медицины, причем проверенными средствами, обращайтесь, эти книги вам всегда помогут сохранять здоровье и свое, и ребенка в достаточно приличном состоянии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...